Дорогие товарищи, в общем-то жизнь не стояла, не стоит и стоять не будет никогда на месте. Все идет вперед, видоизменяется, мы тоже меняемся, но ту закалку, которую мы получили, я имею ввиду Советский Союз, ведь мы прослужили очень долго в рядах вооруженных сил, и в советское время, и только в одногласниках там видно одни воспоминания его, ну в том числе там и день пионерии там, и вот даже день защиты детей вчера был, то же самое, это ж оттуда корни все. И мы, во всяком случае, и душой, и телом, как можно хотим сохранить всю нашу сплоченность наших рядов, ну и рядов войск ПВО страны. Так называлась наша общественная организация войск ПВО страны. Сейчас вот, в связи со смертью нашего председателя, величайшего руководителя, Щупинина Анатолия Ивановича, кстати вот, недавно, несколько дней назад там отмечали, в связи с этим пленом был, также войск ПВО страны. Слово страны юристы не разрешили нам использовать. Ну, я сказал, что все здесь смертью, что и документацию нам нужно отработать и узаконить. Мы сейчас на стадии формирования вот этого вот, как говорят, и нового состава, уже обновленный, солидно, и в том числе будет без слова страны. ПВОшная организация, войск ПВО. Хотя, я говорю, мы, все же, всеобъемлющая организация была, связь со всеми крупными центрами Советского Союза, и, ну, практически всю территорию войск ПВО, вы представляете, да, это вся граница Советского Союза. В том числе и с Киевом продолжаем мы сейчас вот даже контактировать, только, ну, так, на таком уровне, что они принимают все равно участие, неофициально, нелегально, как говорят, но все равно. В залах 30-й береговой бронебашенной батареи продолжается подготовка экспозиции, посвященной авиации. Наша ветеранская организация заканчивает пополнять фонды музея экспонатами. Осталось дело за.